На Гомельшине подведены по передней вынеке проводимой работы по наведению парадку на земли. В сравнении с минулым годом фактов порушения у природоохонного законодательства стало меньше, но каля великих городов и дашных кооперативов сметься по раннейшему шмат. В рейд выехали наши корреспонденты. Микрорайон Якуболка с его приватным сектором у Гомеля бодай самая забрудженная территория. Нельзя сказать, что мясовая влада не реагирует на постоянное забрудживание прилегающего лесного массива господаршими отходами, але на месте ликвидованных звалок тут же з'являются новые. Таким чином, частка мясовых жахаров выращают пытания утилизации бытового сметься и экономии уластных сродков. Оплата за централизованный вывоз отходов у гэтым микрорайоне складая каля 16 рублей за месяц. Хоть уснуя такая проблема не только у Гомеля. Члены шматликих садоводницких товарыств так само не заусюда з'являются законопослухмянами. Мусор в лесу, конечно, является для нас определенной проблемой. Но скажу, что, отмечу, что только в текущем году более 670 свалок нам пришлось ликвидировать. В основном это лесные массивы, которые прилегают к крупным населенным пунктам, садоводческие товарищества, места отдыха и стоянки вдоль автомобильных дорог. Но при этом отмечу, что по сравнению с 2019 годом количество свалок и количество мусора уменьшилось, что приятно, хочу напомнить, что у нас на территории лесного фонда в лесхозах имеется более 200 фотоловушек, которые нам помогают привлечь нарушителей к ответственности. Проблема садоводницких кооперативов саправды яснуе. Шмат дзей нема пляцовок с контейнерами для организованного сбора сметя. Яго вывозят раз на месяц, причем, звычайно, по працонных днях. Покидать отходы на обочинных дорог ранее – нельга, богато уже забружывание территории кооперативу. А приезжать у вызначенный день, может, далеко не кожный. Коли казать об сельской мясовости, то тут мясовыми органами улады наладжена системная работа по зносе старых побудов, які не выкористовываются. Только в этом году знесено больше, как 1100 будинков, при этом, коля 600 гектаров земель утягнуты у господарший оборот. Штрафные санкции для нас не самоцель. Наша задача – это обеспечить наведение порядка. Потому в большей степени используются превентивные меры. В этом году мы уже дважды использовали такой способ, как СМС-уведомление землепользователей о том, что необходимо поддерживать порядок на своем земельном участке. И надо сказать, что такой способ общения землепользователей даст свой эффект. Во-первых, хороший здоровый резонанс. А во-вторых, люди задумались о том, что у них есть не только права относительно своих земельных участков, но и обязанности.